Здарова народ, продолжаем играть в мод Хорни Уэй, собственно, 4 серия, ну, скорее всего, не финальная, что-то, что-то пока еще не финалится, да, пока еще есть некоторые задания, и будут еще некоторые задания. Так, я сейчас бегу в карьер, там где-то какой-то КПК есть, говорят, сейчас проверим. В карьере у сломанного грузовика, это вот это вот, или какой-то другой сломанный грузовик, кто знает, да, это вот, это вот, есть вот какая-то точка, кто-то тут лежит, тут и тайник лежит. Мартин, Долг, КПК-разведчика Долга, КПК-разведчика группировки Долг, перед смертью боец успел оставить запись, наблюдая, как монолитовцы скапливаются в восточном тоннеле, похоже, что планируют организовать укрепточку, попробую тихо к ним пробраться и разведать что-то как, главное, чтобы снайпер не засек меня раньше, чем я смогу его убрать. Ага, диверсия монолита, поговорить с Шульгой. Окей, и в бетонной ванне еще что-то есть, сейчас мы тоже туда смотаемся, но по пути загляну еще в битум. Че, есть что новое? Или нету? Не, походу нету. Входим. Нифига, у меня здоровье сняло в жарке, так-то. Так, у бетонной ванны, да, да, вижу тоже серую точку. Че, по артефактам ничего нет? Ну, это, скорее всего, наверху, да, или нет, подожди. А, нет, это прям там мужик лежит. А он, типа, позже спаунился, или че? Я же просто паркурил здесь. Или не паркурил? О, боже, все. Когда надо, я паркур, естественно, лузанул. Да иди ты нахрен, а, ну вот кому ты вообще нужен? Скажи мне. Идиот. Так, Митяй, у него есть ключ. Ключ Митяя, ключ от сталкерского тайника, который находится где-то на цементном заводе. Как раз-таки тот самый ящик, помним, да? Вот мы от него и нашли ключ. А также КПК Митяя. В почтовом ящике имеется лишь одно сообщение. Митяй, мне удалось договориться с учеными насчет работы. Подходи к бункеру, там расскажу, что к чему. Кстати, я пару дней назад заглядывал в наш тайник, что на цементном заводе. Так вот, взял оттуда кое-что. Не волнуйся, твои вещи я не трогал, а даже наоборот положил ценный артефакт. Можешь наведаться туда и проверить, ключ у тебя есть. До встречи, левша. Жестко. Привет, пока. Так, по главному заданию пока не идем. Пока рано. Пойдем на Янов, попробуем с Шульгой поговорить. Что-то артефактов новых нема. Да. Экзоскелет еще в говне. Ну и вот окна зато не чинить, блин. Платно чинить очень дорого. Нужен наш напарник крутой. Ну а вот и пригодился нам этот самый левша, который сидит в бункере. Привет, у меня есть КПК твоего друга, Митяя. Что? Откуда он у тебя? Я нашел труп твоего друга у аномалии бетонная ванна. Мать, Митя, как же так? Ведь столько еще не успели с ним сделать. Дурак. Взял задание у ученых. Один я точно не справлюсь. Ладно, спасибо тебе, что сообщил мне о смерти Митяя. Заплатить мне тебе нечем. Хотя знаешь, был у нас тайник на сметном заводе. Можешь брать оттуда все, что захочешь. Кажется, ты говорил что-то про контракт с учеными. Расскажи поподробнее. Да, было дело. Решили с Митяем деньжат подзаработать, выполнив задание у ученых. Договорились так. Я иду обговаривать сотрудничество с учеными, а Митяя обследует местную округу. И вот я договорился с учеными, отправил Мите сообщение, а оказалось, что писал мертвецу. Вот как мне теперь искать эти чертовы артефакты одному, а? Думаю, я мог бы тебе помочь. Какие именно артефакты нужны ученым? Снежинка и пламя. Слушай, если и поможешь мне, то я в долгу не останусь, будь уверен. Хорошо, помогу тебе, Леша. Что-то очень много тут, конечно, заданий на артефакты. Но они у меня есть, держи. Вот это да. Ну, спасибо тебе, сталкер. Теперь-то я должок перед учеными закрою. Вот твоя доля. Спасибо еще раз и удачи тебе. 15 тысяч. Маловато. Как будто бы, если бы я продал эти артефакты по отдельности, я бы получил больше. На вот эту шляпу за 6 тысяч. Неплохо. Так, душа вроде тоже на продажу, да? Ну, да, допустим. Хотя где-то проскакивал инфа, что лучше вообще никакие артефакты не продавать. Но не знаю. Так, эти молчат. Ладно, идем на Янов. У нас есть разговор с Шульгой. Посмотрим, что он скажет. О, ты что? Видели, он стоял в воздухе. Здравия желаю, товарищ подполковник. У меня имеется информация, касающаяся нас всех. Здравия желаю, боец. Говори, что случилось? Я наткнулся на труп одного из ваших разведчиков. Его КПК он говорил, что видел, как монолитовцы скапливаются в восточном тоннеле. Думаю, что они планируют диверсию, товарищ подполковник. Хм, жаль, конечно. Хороший был боец. Насчет диверсии ты прав. Монолитовцы в последнее время очень подозрительные. Вот что, я отправлю отряд своих бойцов на зачистку туннеля. Не желаешь ли оказать нам содействия? Я согласен, товарищ подполковник. Вот и хорошо. Значит так, иди сейчас к капитану Юсупову. Он будет ждать тебя со своими бойцами у стен Янова. Я сообщу ему, чтобы он выдал тебе снаряжение для выполнения операции. Понял? Чел, ты видел? Ну, я, конечно, хоть и в потрепанном, но экзоскелете, е-мое. Куда мне твои там всякие... Че он мне даст сейчас? Броник обычный долговский. Так, тихо, ты чего фонящего этого стоишь? Ты тот сталкер, которого послал подполковник Шульга? Да, ну что, все готовы идти? Да, все готовы. Вот, возьми. Итак, пора надрать противнику с задницей. Ну, я так и думал, универсальный... АКС, универсальная защита, че за кринж? Пошли. Ё-моё, да даже начальное снаряжение круче, чем это. Зачем это вообще выдавать? Ну, за сумку с медикаментами спасибо. Она у меня... Они у меня, точнее, заканчиваются. Так, мне еще и пешком с ними идти, да? Не повезло. Ладно, ползем. Почему у нас мужик в отряде с пистолетом? Нормально вообще? Вон, смотрите, идет на монолитовцев. Ну, у нас какие-то все нищие, на самом деле, кроме самого вот этого капитана. Ну, и он все вещи, нормальный мужик. Остальные двое просто кловны какие-то, я хз. Так, че, пошло? А, нет, еще не пошло, еще не добрались. О, пошло. С кем? Кого видим? Я просто никого не вижу. С дробовиком чел стреляет, стоит. Ладно, подойду поближе. А, во. Вот этого он увидел. Так, а че? А, ну просто задание уничтожить лагерь. Так я могу просто вперед пойти и все сделать. Чем вот это вот время тянуть, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, без гранат, ребят, вы че? Блин, кто-то все-таки кинул. Не знаю откуда, но неприятно. О, ну-ка, кстати, у вас здесь неплохая позиция. Ой-ой, кто это? А-а-а. О, долгоцы подошли. Привет, ребята. Из окна высовываются. Ладно, надо потихонечку заходить. Вот этого надо убрать. Это он мешает. Все, погнали. Ну, че, где тут? Вроде народу много, а никого нет. Опа-опа. Первый пошел. Нихрена себе. Было больно. То вообще урона нет, то прям стычки уничтожают. Угу. Нормально он. Во, все, закончился мужик. Тихо, тихо. Кто? Кто? Ты где? ПНВ говно, кстати, вообще ничего не дает. Где-то здесь, да? Чертик. А я тебя видел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой он крутой. Все, уже не такой крутой. Это все? По крайней мере, больше моноритовцев я не слышу и не вижу. Есть вероятность, что это все-таки конец. А, нет, слышу. На улице где-то, судя по всему. А что вы не разобрались с ним? Так. Ммм, у него протекта. И винторез. Прикольно. Но я при своих стволах останусь. Так, мужики, медицина нужна. Ой, че. Элитная аптечка. Выделяется, правда, иконка, но тем не менее. Нужна медицина, потому что моя заканчивается. О, вот это деловой разговор. Элитный бинт там еще какой-то. Кайф. По 6 ГМ захотелось перепройти. Там такого много. Я не знаю, где последний, но где-то он там крещит свои фразочки. И при этом его никто не наказал. Странно. Вот он. Отлично. Противник уничтожен. Сталкер, огромное тебе спасибо. Без тебя бы мы точно не справились. Подполковник Шульга уже ждет тебя в своем кабинете. Реально? Не врете? Надеюсь, не врете. Ладно, побежал я. Ой, блин, я энергетик. Ай, ладно. Мало того, что два энергетика выпил, так я еще их сбил. Типа более крутой прервал более хреновым. Ладно. Так, ну пойдем именно к Шульге сначала. Я думал, может, на затон, но потом вспомнил то, что у меня здесь лишний груз с собой некоторый, который надо бы сейчас продать, скинуть. Но мне с таким бегать точно не хочется. Доложить Шульге об уничтожении лагеря Монолита. Ну, награда, скорее всего, тоже шляпная будет. Что-то меня наградывает на моде вообще пока не впечатляют. Даже экзоскелет наемника. Казалось бы, крутая награда, но по факту что-то он какой-то каловый. И ломается быстро. Больше расходов с ним, нежели приходов. Ха-ха-ха-ха. Мод такой есть. Приход. Кто знает, тот знает. Спешу вам сообщить, товарищ подполковник, что лагерь Монолитовцев был уничтожен. Прекрасная новость, боец. Итак, за успешное выполнение задачи тебе причитается. Вот, возьми, сталкер, ты заработал. 8 тысяч, опять тайник, 545-е патроны. Класс, пойду продам. О, у гавайцев, кстати, диалог какой-то есть. Я сейчас пока кнопку торговать нажимал, увидел. Ну-ка. Чего призадумался, гавайец? Случилось чего? Да вот думаю. Куда карась запропастился? Пошел он, значит, по артефакту к стоянке, а уже около суток его нет. Я вот думаю, не случилось ли с ним чего? Не волнуйся, я постараюсь в этом разобраться. Куда он направился, ты говоришь? Спасибо тебе, Дэн, что откликнулся. Вот карнат этого места, где он собирался искать артефакты. Попробуй его поискать там. Отыскать сталкера по прозвищу Карась. В электрах он собирался это делать, да? Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Ну ладно, пойдем сгоняем. Я уж думал на затон идти. Тем более, что по пути надо будет вот этот тайничок вскрыть. Интересно, что там? Ну, не думаю, что прям что-то супер ценное. Ну, а здесь, как обычно, зомби тусят. Ничего нового. Убираем их с дороги. Есть еще вкусные патроны? Так, ну и что? Я почти на месте, можно сказать. Точнее, я на точке, но пока ничего здесь не вижу. Внутри этой машины точно ничего нет. Внутри этой пусто. И внутри этой тоже пусто. При этом дополнительных трупов на карте я вроде как не вижу. Можно, конечно, в саму аномалию залезть. Может, что найду интересное? Ну, вроде ничего тут нету. Так, Гавайц попросил меня таскать сталкера. Практически Карась, по словам самого Гавайца. Карась хотел пойти поискать артефакт на стоянке. Но так не вернулся с вылазки. Я должен найти Карася. Жесть. Да, вроде я здесь ничего не вижу. Может, и слепой, конечно. Такое случается. Но на первый взгляд на этой точке ничего нет. Говоря, кстати, еще типа вот здесь какое-то задание есть. Ну, как я понял по наводке. Чел сказал, в тоннеле отряд недалеко от минного поля или что-то такое. Ладно, заберем тайничок по приколу. Ну, видимо, искать его надо, значит, где-то рядом просто. Опа. Это че? Трупешник какой-то, слушай. Ну, вряд ли это Карась, конечно. Это, наверное, очередной труп с каким-то квестом. А сколько тут таких всего? Охренеть. Ща посмотрим. Привет. А, нет, это Карась. Лол. А че ты так далеко от точки? Ну, ладно, не слишком далеко, на самом деле. Но все равно. Я обнаружил случайно. КПК Карася. Запись в дневнике номер один. Собираясь и в рейд за артефактами. Думаю, стоит поискать артефакты на стоянке. Там монстра вроде будет поменьше. Главное, чтобы я не напоролся на бандитов. Запись в дневнике номер два. Фух, нашел вспышку и хватит. Пора возвращаться на Янов, пока выброс не нагрянул. Запись номер три. Вот живли, бандиты. Так, главное спрятать артефакт. Но если эти козлы захотят меня взять на гоп-стоп, хрен им они мои гроши. Ага. Решить, что предпринять. Карась стал жертвой бандитов. Не желая платить им, он открыл огонь по ним, но бандиты все же пристрелили сталкера и забрали его у Хабара. Странно, что они не обратили внимания на КПК. Я должен решить, как поступить в этой ситуации. Рассказать обо всем гавайцу или же самому отомстить тем бандитам. Не, да расскажем, что смысл геройствовать. Почем зря. Ну-ка пробежимся до тоннеля, проверим, правда это или нет. Потому что там есть какая-то группа сталкеров с заданием. Все равно я пока что рядом. Где у меня последний сейф? Вот здесь, да? Поступим умно. Если там все-таки никого нет, я просто отгружусь, чем бежать обратно. Куча времени. Мод довольно быстро грузится, поэтому можно и побаловаться. Ну, слушайте, пока что кроме мутантов тут ничего нет. Нет, никого здесь нет. Ладно, отгружаюсь. Чел писал. Группа сталкеров в тоннеле. Это около площадки с вертушкой. Тоннель около площадки с вертушкой. Я знаю, только один. Вот этот. И все. Может он вот это имел в виду, но это не тоннель. Там тоннелем вообще не пахнет. Ладно, хз. В любом случае, по-любому будет еще пятая часть. Ибо что-то мод оказался немного больше, чем я думал. Я думал, там в третьей серии уже впритык-впритык будет. И четвертая там кое-как за финалью. Оказывается, тут еще есть чем заниматься. И это притом мы еще основной сюжет не трогали. Возможно, конечно, с патчами сюда квесты завезли новые. Но я не уверен. Но у Олега вроде тоже пять серий заняло. У Манузлика вроде сарел четыре. Да и сам я помню этот мод. Я его не проходил, но когда он только вышел, я смотрел, что там. Помню, что он вроде небольшой. Так. Ну что, пойдем все расскажем. Я нашел карася, но уже мертвого. Черт, жалко. Хороший был мужик. А неизвестно, от чего сгинул. Его выследили бандиты, а затем убили. Ясно. Надо будет сообщить Локе, чтобы он отправил бойцов, чтобы те выстрелили засранцев. Но это уже моя забота. Вот, держи награду. За работу. Тысяча сто. Да? И все? Грустно. Интересно, какая награда была бы, если бы я сам отомстил? Наверное, та же самая. Просто я бы отомстил. Но, кстати, я даже не знаю, что за бандиты. Никакой метки нет. Хрен его знает. Ладно, пойдем уже на затон. По пути возьмем вот этот тайник. И на цементном заводе. В ящик тоже глянем. Еще с первой серии. Интересно, что там? Юпту-мопту. Че это за резня здесь? Ни хрена тут мутантов. Еще и зомбированные говнеца раздают, я смотрю. Ай. Больно. Тише, тише, тише. Дайте мне с мутантами разобраться сначала. Кошки, собаки. Все вообще тут. Все вместе. Все заодно. У котов какой-то, конечно, очень странный запас ХП. Сказать то, что он нереалистичный, это ничего не сказать. Какие-то они слишком жирные. Непонятно почему. Все, долго все тут положили, я смотрю, да? Ладно. Я уже отсюда не отступлю. Раз. Встрял. Будем до конца всех добивать. Коты. На-нах, полетел. Хорошие звуки, да? О, последний кот и убежал. Ну ладно, хрен с ним, пусть бежит. Обыскиваем всех. О, а вот и тайник. Нифига у тебя здесь запасов всяких разных. Так, вроде трупов дофига было. А, ну да, дофига. Мутанты просто на карте не помечаются, поэтому искать их тяжело. Но все равно набрал я с этой передряги немало. Нормально, нормально. О, сик СГ. А вас я обыскал? Очевидно, что нет. Все, побежали. Ну в половнях вряд ли, конечно, что-то появилось. Тем более, что вроде пробегал эту аномалию. Ах, ты что-то там, подожди. Ну это кровосос, скорее всего, топчется, да? Вряд ли это артефакт. Вон, видите, водичка колыхается. Это либо артефакт, либо кровосос. На моем случае это кровосос, скорее. Давай, нападай, гадина. Алло. Ну? Или все-таки артефакт? Да я не верю. А, артефакт. Ладно, а я еще и по нему стрелял. Что-то он слишком быстро передвигается для артефакта. Ай-ей. Сюда лут. Ну это калич. Это кровь камня. Там наверху, как обычно, перестрелка какая-то. Кто с кем? Свобода против... ХЗ против кого? Ну куда-то они стреляют. У меня лично своя дорога. По вот этой лесенке. Так, вспомнить бы, где я видел ящик. Ну, по-моему, явно не на этом этаже. А вот там, где уже... Вот такой вот, да. Интерьерчик. Так, скорее всего, на этом этаже. Да? Нет? Нет-нет? Да-да? Да-да, нет-нет? Не-е-е. Походу, не здесь. Походу, выше все-таки. Ить-ить-ить-ить-ить. А, нет, тут решетка. Ну, сейчас найдем, не переживайте. Тут мало мест, где он в чьего время может быть. Так что это лишь вопрос времени, когда я его найду. Но, походу, я просто этаж попутал. Вот тот, который я пропустил, как раз-таки он и содержал в себе ящики. Я почему-то думал, что вот на этих этажах. А, походу, где-то здесь, да? Да, вот он. Понятненько. Так, ну что, открыли и смотрим. О, а вот, собственно, кислотный шар. Кстати, да. Была идея, что он там. И, в принципе, так оно и оказалось. Задание сдадим. Что мы еще отсюда возьмем? Воду. Бинты. Велес-аптечки. Патроны. Антирады, наверное, не нужны. И есть целенькая сева. Как раз-таки тоже, кстати, да? Как раз для задания того на затоне. Но я ее не возьму, потому что она весит 12 кг. Ой, подожди, цвета втришняя. Или возьму. Перевеса нет. Ладно, возьму на продажу чисто. Думал даже на продажу. Ой, блин. Думал даже на продажу не брать. Ибо как будто бы мало за нее дадут. Кстати, тут такие свойски. Но все-таки решил взять. Ну все, идем уже наконец на затон. Сдадим кислотный шарик. Заберем посылочку для кардана. Что там еще? Что-то еще сделаем. А, забрать кейс у курьера. И причем челы прямо здесь на переходе практически. Привет. Здорово, где кейс? Иди о них выродять. Так, короче, расклад такой. 2200. Я даю тебе карданы кейса усек. Что? Кардан сказал, что я должен просто забрать у вас кейс? Да меня не колышет, что-то он тебе кардан сказал. Деньги гони, фраер. О, это походит на гоп-стоп. Сейф. Гоп-стоп. Ми под... Блин, подошли из-за угла. А не пойти бы тебе на звездочка-звездочка и краткая. Вега спас имба, оказывается. Опаскать труп курьера. Юрик священник. КПК курьера. На КПК имеется карданы кейса, которые нужны к кардану. Не буду отгружаться и давать им деньги, ибо что-то они охренели, короче. Как бы это реально на гоп-стоп больше похоже было, чем на что-то еще. Могли бы просто сказать, ну вот такие дела, изменился расклад, ты уж извини, там вся фигня. Я бы дал. Ну нет, они и сразу быковать начали. Гони бабки, ура! Конченые ребятки. Ну за что они, собственно, и поплатились, да? Ай, пойду на цеха подстанции сначала, а то я уже не могу ходить в поврежденном экзоскелете. Может группу сталкеров куиц и пону, может где-то тут кто-то гуляет или у цирка сидят. Было бы удобно. Так, а кейс на лесопилке, да? Курьер спрятал кейс на старой лесопилке, я должен забрать его оттуда. Посмотрим, а вось там тоже какая засада будет. Хрен его знает. Привет, ребята. Че новенького? Есть какие-нибудь задания новые? Не, пока вроде молчат. Ну давай, братец, чини. Бесплатная починка, это всегда хорошо. Ребята, а у вас тут группа сталкеров не проходила нигде? Было бы славно, если бы проходила. Потому что мне нужны проводники, чтобы быстро по всем точкам полетать и дела все сделать. Но походу нихрена здесь никого нет. Жаль. У когтя может кого цепану. Короче, пока иду на Скадовск, чисто разгрузиться. А оттуда уже пойдем за кейсом и артефакт сдавать. Че-то у когтя и артефактов, и людей нет. Жаль. Да и отсюда я никого не вижу. На портовых кранах по-любому кто-то есть. Там всегда кто-то сидит. О, кого-то заприметил. А, понятно. Это не то, что мне надо. О, вон идут. А бобы две. Ну-ка, ну-ка, отсыпай они вам пацанов. Здорово, ребята. Куда идете? Так, к топе иду. Давай меня на Скадовск забросить сначала. Сейчас я быстро разгружусь и побежим с тобой дальше. К топям мне тоже надо. Сейчас пойдем. Ты, главное, далеко не уходи, пожалуйста. Вот, конечно, раздражает то, что вынос, то есть постоянно ноль после таких переходов. Так, привет, борода. По поводу артефактов ночью он говорил подходить. Поэтому пока что мы к тебе по поводу другому. Мне бы вот тут всякие штуки продать. Шесть косарей и not bad. Так, иксычу, быстренько заглянем. На. И патроны вдогонку. И гранаты. 84 тысячи у меня между делом. Ну, сможем прокачать оружие до конца, получается. Так, ребята, вы где? Надеюсь, вы недалеко ушли? Блин, куда делись? Неужели они недалеко ушли? Да ну нафиг. Что-то вообще... А, нет, вижу, вижу, вижу. Топям. Давай, пойдем. Надеюсь, те же топи. Тут, по идее, топи только одни. Да. И крысопилки как раз, и артефакт здесь сдадим. А еще и тут какая-то война с бандитами происходит. Ладно. Помогу сталкерам немного. Они меня провели как-никак. Бандиты, к сожалению, не водят. А я его, кстати, не шарю. А если другом бандитов стать? Ну, можно же, типа, за бандитов отыграть. Правильно, ЗП? Они начнут водить или нет? Я вот не помню. Потому что я за бандитов играл там один-два раза всего за всю жизнь. И то это было в глубоком детстве. И то по незнанию. Я не знал, что за сталкеров можно отыгрывать. Я не знал, что можно там пойти в параде сдать засаду на Шевченко и так далее, и так далее. Я просто... Меня бандит зовет, дает задание. Ну, я подхожу и выполняю задание. Все довольно просто. Привет. Мне удалось найти нужный вам артефакт, профессор. Это просто замечательно, молодой человек. Да, здесь есть нечем поработать. Ах, да, чуть не забыл. Вот ваше вознаграждение за оказанную услугу. Что ж, здесь мне больше ничего не нужно. Пора возвращаться на янтарь. Спасибо, профессор. Удачи в исследованиях. Все. Ну, получается, что все. Теперь побежали на лесопилку. 94 тысячи у нас. Мне эти деньги, правда, сейчас девать некуда, но все равно приятно. А, блин, Велес забыл продать, кстати. Так, лесопилка у нас, как обычно. И шить зомбиами. Сейчас поубираем, ребяточек. Так, ну что, вроде зачистил. Конечно, возможно, не всех. Да. Меткость, как обычно. Ну, давайте заглянем сюда. Палу-тайм-со. О, а инструменты вырезали? Интересно. Так, тут 545-е. 556-е, да? Лады. Спрятали где-то внизу. Я думал на чердаке, но, как оказалось, нет. Где-то в этой комнате. А, ну, жестко спрятал. Кейс кардана. Довольно легкий кейс, неизвестен содержимым. При встряхивании слышен грохот. Похоже, что там находятся какие-то детали. Ну, вроде кейс безобидный. Чё, курьеры тогда повыпендриваться решили? Я не понял. Вот этого мува с их стороны. Так, чё у нас остаётся? Принести бороде необходимые артефакты. Кейс кардану отнести. И это же нас пустит дальше по заданию в Железный лес. Ну, короче, да. Чисто контента на пятую серию остаётся. Единственная проблема артефакты. Не могу их найти вообще. Нужная. Хотя, я уверен, конечно, ещё квесты всплывут какие-то. Это не всё. Вот то, что у меня тут есть. Но пока играем, короче. Ещё был комментарий, что гарантированно спавнится выверт под сгоревшим хутором. И, кстати, скорее всего, это правда. У меня тоже были такие мысли. Но чё-то я нашёл один ломать мясо. Он был, по-моему, третьим, да? Как раз-таки по счёту. Или вторым, не помню. И забил. Вот. А зря забил. Надо ещё раз лазить и глянуть. Чё к чему. Так, антидот. Антидоты кончились, представляете? Ё-моё. Вот невезуха. Блин. А куда идти? Как говорится, да? Ладно. Сейчас тут супер круги навернём, хотел сказать. О, кстати, я не умер. Тогда надо было и в те аномалии гравитационные прыгать. Я бы тоже не умер. Ай. Это, конечно, не выверт, но тоже возьму. Так, а ну-ка ещё раз. Да. Затерпел, затерпел. Ай-яй. Где? Вот оно. Всё. Гарантированный выверт, так называемый, имеется. Сразу на пояс его цепану. Будем пока с ним ходить. Ну и второй. Ой-ёй. Второй артефакт тоже надо забрать. Или я отсюда уже не вылезу живым? Пробуем. Нормально. 4 тысячи стоит. Это душа, конечно, там лежит. Ладно, давайте забьём. Не будем тратить время. Главное, что мы выверт нашли. Так, давайте, наверное, сейчас пойдём на Скадовск. Поспим до ночи. И то, что сможем, сдадим Бороде. Чтобы не таскаться с этими артефактами. Всем здорово. Давайте ещё, наверное, сходим, прокачаемся. Этот стоит здесь. Очень странно. Так, экзач, нужно докачать. Химрадио или не химрадио? Контейнеры, контейнеры. Не уверен, что мне нужны. Хотя, да не, 7800 в жопу. Давай вот это. Это прочность и... Гошение удара пусть будет. Химрадио, ПНВ. Псишка не нужна. Ой, блин, ты чё, и какая псишка не нужна. Так, аэсвалт, темп огня, надёжность, отдача, настильность, наточность, темп огня. Чтобы прикольно раздать, можно было отдача. Отдача, настильность, настильность возьмём. Ну и точность, всё. Мне слишком уж быстро стреляющий вал не нужен. Так, час ночи. Надеюсь, нормально. Я не помню, какое время он там называл. Но подойдём в час ночи. Надеюсь, он не будет против. Я по поводу артефактов. Я добыл артефакты глаз. Хорошо, я буду ждать, пока ты соберёшь остальные артефакты. Жди, я скоро буду. Ломти мясо добыл. Так, остаётся два выверта, правильно? Два типа. А чё ещё он заказал, и я забыл? Чё-то я не понял, подожди. А, всё. Один бенгарский огонь, один выверт нам нужен. Точно. Про бенгарские огни забыл. Так, давай до девяти поспим. Да ладно, выброса не было. Надо ещё спать. Я хочу, чтобы был выброс. О, всё. Вот это вот уже неплохо. Кушать хочется. Давай возьмём что-нибудь у бороды. Маслины. Обожаю маслины. И нужно детектор продать. Ты купишь? Нет. А ты купишь? А ты купишь. Давай, на. А, не, не. Подожди, я думаю, что за лишняя ПСОшка у меня появилась? Это же моя. После апгрейда слетела. Так, всё. Сейчас берём с собой какой-нибудь отряд сталкеров, и с ним жёстко летаем по аномалиям. Куда ты? К лодочному причалу. Не, не, не. Мне нужно кое-куда за вознаграждение. Давай в железный лес сначала. Посмотрим, есть ли там у нас бенгальские огоньки. Ну, Рещи, восстанавливайся. Ё-моё, ты задохлик. Да, чё-то появилось. Ой-ёй-ёй-ёй. Верни. Ну, сраные полтергейсты. Боже. Ну, чё за... Всё. Уходите отсюда, да, побыстрее. Пока там ребятки далеко не ушли. Бенгальские огни есть. Выверты теперь надо. Это надо в коготь, и чё ещё? Куда можно? Ну, к зимснаряду попробовать. Там тоже граве-артефакты спавнятся. Хэллоу, куда ты? Не, не, давай за вознаграждение к когтю меня, пожалуйста. Ой, война. Своих надо задефать, потому что... Потому что сейчас мы их проводников убьют, и всё. А они и сами справились, пока я тут фигнёй страдал. Так, чё, коготь? Чё нового? Походу ничего, да? Пипец. В этой аномалии вообще чё никогда не переспавнятся? Ну и анлак. Ладно, остаётся зимснаряд. Остальные аномалии не вижу смысла обыскивать. Зачем? Да, какой лутинг? Вы чё, блин? Пошли ковыряться. Всё, ты налутался уже, успокойся. С таким барахлом и в зону полез. Ладно, давай ты меня веди, иди чё-то сломались. Так, котлу давай. Зимснаряд рядом, добежим. Опять ноль выносливости, как обычно. Хавать хочу. Вот, решил тут остаться, это здорово, жди меня. Сейчас я. Так, чё, есть чё? Ай. Ну я отгружусь. Я так чисто лицом проверяю. Да не, нету ничего. Жаль, выверт так и не нашли. Конечно, остаётся шанс, что он может быть ещё в пещере под сгорячим хутором. Но мне кажется, тот выверт, что мы там нашли, он типа, знаете, ну такой, чисто приколистый его туда поставил. Чтобы он был с начала игры, как вот эта вот медуза, которая, помните? Я пытался залететь в дырочку в аномалий коготь. И там медузка наверху лежала. Вот она там тоже в единичном экземпляре. Больше там, по идее, ничего не спавнится. По крайней мере, я не помню такого. Ладно, веди меня в железный лес. Закосари, нихрена себе. Пойду на Юпитер, сдам задание Карданову и будем на этом закругляться, наверное. Интересно, трупы и курьеров уже исчезли. Я бы еды с них полутал. Не, они исчезли. Дайте покушать что-нибудь, а то у меня нету. Ну, кстати, спальный мешок. Впервые вижу, что выпадал. В ассортименте я его видел, но а так нет. В этом месте нельзя спать. Нужно найти более надёжное укрытие, там, где можно переждать выброс. Прикольно, короче, типа, только в укрытиях от выброса можно спать. Удобненько, наверное. Но тут на каждой базе спальные места раскиданы. Поэтому не знаю, какой смысл от спальников. Вот в войне группировок, да. Там буквально несколько мест, где можно поспать на всю зону. На все там 40 локаций, включая новые. И там вот спальник на вес золота. Так, ну, опять же, химозу проверять не буду. Мне чё на этой локации надо проверить? Да битум только и всё. Больше тут грави-артефакты нигде не спавнятся, к сожалению. Сейчас, может, кого-нибудь цепану, да проверю перед тем, как серию закончить. Пузырь я уже не ищу, мне, в принципе, пофиг. Мне бы квестовые найти, было бы найс. Вот твой кейс, Кардан. И на будущее. Будь внимательнее, когда курьера выбираешь. Указываю ещё те. Ты прости, что так вышло. Впредь буду внимательнее. Спасибо за кейс. Вот ключ, а это в качестве моральной компенсации. И это, ты принеси мне его, когда закончишь свои дела. Ага, заметано. Всё. Теперь у нас открыт проход в лабу под железным лесом. Но это чуть попозже. Сейчас я хочу взять кого-нибудь к себе в напарники. Ну, не в напарники, а чтобы он меня отвёл. Но, походу, никого я не возьму, уже все разошлись. Ладно, пойду сам битум проверю. В целом он недалеко. А чё, всё такое какое-то зеленоватое. Какой-то зеленый фильтр. Или мне кажется, или аж изик. Хз. Или может погода такая. Ф5. И погнали. Лицом чисто проверим. Ничего нового нету. Да, выверт это проблема. Чё-то как-то грустненько. Дела обстоят по гравитационным аномалиям. Где же мне ещё один выверт найти? Хрен его знает. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Квестов осталось немного, по идее. И надеюсь, 5 серия будет финальной. Даже если много, то я уже, скорее всего, просто до финалю в 5 серии. Пусть она получится подольше. Кто против-то? А то если я растяну и будет 6, то 6 по-любому уже короткой будет. Поэтому пусть уж лучше 5 себя побольше возьмёт. И будет всё чётенько. Подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления. Если вы здесь впервые и не хотите пропустить следующие видео по сталкеру, вступайте в группу, заглядите в телегу, если есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист со всеми видео по этому моду. Можете глянуть прошлой серии, если пропустили. Ну и ссылка на бустик, где выходит эксклюзив. Недавно залил туда Диану. И в скором времени продолжу заливать туда пространку плюс Warcraft 3. Вот так. Всё. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok